Симку, сегодня я хотел бы поговорить о таком герое как Висп и о том, что на нем не стоит делать в новом патче. Самое важное это лотусы. Как вы знаете, если сложить определенное количество лотусов и сыр, то можно получить щит. На Виспе это никогда не стоит делать. На самом деле и на обычных героях это очень слабо, потому что то лечение, которое можно восстановить с помощью лотусов, намного сильнее, чем этот щит. Тем более на Виспа, ведь у Виспа с тизером это лечение еще и умножается, поэтому просите своих сырников, что не передавали вам и сами не забывайте контролить фонтаны. Никогда не покупай грифсы на Виспе, потому что это трата денег впустую. Даже если ты играешь против Саленса, то лучше купить лотус, он даст намного больше, чем грифсы. Ты сможешь накинуть его как на себя, чтобы скинуть Саленс, так и на своего кора. Вообще не стоит покупать никакие сапоги на Виспа, это логично, у него же нет ног, но если без шуток, то любые сапоги на Виспа ему просто не нужны. Те же самые арканы, чтобы восстанавливать ману, можно заменить нейтральной шмоткой кейн ринг с первого тира, лопаткой, которая даст тебе дополнительные расходники, или просто обычным салл рингом, который даст тебе небольшие статы, стоит немного дешевле и также у тебя будет бесконечная мана. Если ты апнул 25 левел и логично, что взял талант на тычки от тизера, то не стоит покупать сразу же шмотки на урон, по типу Дезолятора, МКБ, Дейдалуса и так далее. На самом деле выгоднее всего будет купить Сатаник, потому что он даст тебе также и ХП, урон, вампиризм и плюс, соответственно, когда ты его будешь прожимать, то будешь регенить своего кора и себя на фулл ХП. Умереть под Сатаником активированным практически невозможно. Не забывай юзать релокейт, если он тебе не требуется в ближайшее время, то юзать на фонтаны, чтобы брать лотусы, собирать, и также каждые 7 минут контролить руну мудрости. Можно контролить как свою руну, так и, соответственно, руну соперников. Но это нужно делать аккуратно, ведь соперники не дураки и тоже хотят халявную экспу. И самое важное, что беспокоит всех виспопикеров, потому что дискуссий очень много, что первее собирать? Холилокет или Мекку? На самом деле вопрос действительно сложный и нужно правильно расценивать ситуацию на карте. Что вам потребуется быстрее и что лучше купить во вторую очередь или не покупать совсем. Рассмотрим плюсы и минусы предметов. Мека регенирует всю вашу команду, также хилит вашего союзника, плюс вас и лечение в умноженном виде действительно очень хорошее. ГД имеет мека 50 секунд, имеет плохие статы, всего-то плюс 4 к броне. В поле локидже кулдаун имеет 13 секунд, но заряды восстанавливаются довольно-таки длительное время. То есть если противники не юзают никакие сплы и вы просто качаетесь, то чтобы полностью зарядить холилокет потребуется целых 200 секунд. А это в 4 раза дольше, чем мека. Также он стоит на 625 голды дороже, следовательно вы получите этот предмет намного позже. Еще плюсы от холилокета, что он дает 30% на увеличение восстановления и вампиризма, что довольно-таки приятный буст. Я в основном собираю меку, потому что ее я покупаю примерно к 8 минуте в новом патче. Это очень хороший тайминг и на 8 минуте ты уже можешь дайвить со своей командой, кушать какие-то вышки и играть более агрессивно. Если же вы играете против спамеров с пылов, того же самого бристалбека допустим, играете с каким-то сларком, вы хорошо постояли линию, то холилокет будет отличным вариантом для вас, ведь противники будут спамить с пылами, вы будете быстро заряжать этот холилокет и юзать каждые 13 секунд. Поэтому холилокет в этом случае намного выгоднее, чем мека. Висп теперь универсал, и холилокет дает плюс 10 ко всем атрибутам. Следовательно, это плюс 30 статов для виспа, что очень даже симпатично выглядит. Какой-то одной 100% сборки на виспа не существует. Все очень зависит от ваших союзников и от ваших соперников. Билд всегда ситуативный. Надеюсь, что видео вам понравилось, ты узнал что-то новое. Подписывайся на канал, ставь лайк. Всего доброго и хорошего тебе дня!